Еще в 2023 году Аргентина рассматривала возможность вступления в БРИКС и отказывалась предоставлять Украине вооружение. А в 2024-м Буэнос-Айрес активизировал переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и в НАТО. Мне очень приятно приветствовать министра обороны Луиса Петри в штаб-квартире НАТО. Аргентина играет важную роль в Латинской Америке, и я приветствую сегодняшнюю просьбу рассмотреть возможность стать партнером НАТО. НАТО работает с целым рядом стран по всему миру, чтобы способствовать миру и стабильности. Более тесное политическое и практическое сотрудничество может принести пользу нам обоим. Мирче Джоанне, заместитель генерального секретаря НАТО. Из публикации на сайте Североатлантического альянса. Аналитики считают, что причиной таких резких перемен в международной политике Аргентины стала победа на президентских выборах Хавьера Милея. Он пообещал избирателям реформировать экономику страны и победить бедность. А это предполагает сотрудничество с западными экономическими организациями. С прозападным курсом президента Милея связывают и усиление поддержки Украины. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, в 2022 году наблюдалась реакция Аргентины скорее декларативного характера. Они осудили российское вторжение. Еще во время предвыборной кампании Хавьер Милея, в принципе, критиковал политику своего предшественника Альберто Фернандеса. Он уже тогда подчеркивал то, что будет активно поддерживать Украину и отметил, что Аргентина при его президентстве возьмет более прозападный курс в своей внешней политике. В марте 2024 года Аргентина передала Украине два вертолета Ми-171Е, ранее полученные от России. Также страна присоединилась к контактной группе по вопросам обороны Украины в формате А сам Милей обсудил с Владимиром Зеленским совместные проекты в оборонной промышленности. Лидеры договорились до конца года провести в Аргентине саммит Украина-Латинская Америка. Отношения со странами региона стратегически важны для Украины. Это попытка консолидации, попытка создать некую площадку для того, чтобы Украину услышали в Латинской Америке. Правительство Милея в первую очередь ориентируется на поддержание отношений с правыми правительствами региона. Сейчас Аргентина, в частности, имеет тесные контакты с Парагваем. Также это активное сотрудничество с Уругваем. Далее Аргентина, несмотря на то, что, например, в Чили сейчас левый политик Габриэль Борич, они также поддерживают довольно-таки стабильные отношения. Хавьер Милей принял участие в глобальном саммите в Швейцарии и поддержал украинскую формулу мира. Приехали туда делегации и из других стран региона. Субтитры создавал DimaTorzok